Привет, это канал LikePet, я Таня, а это Толлер Рома. Эту породу еще называют Новошотландский ретривер. Это самая молодая среди ретриверов порода. Она была признана Международной Кинологической Федерацией в 1987 году. В этом выпуске мы расскажем об этой интересной породе очень много нового. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал, так вы не потеряете нас и сможете постоянно смотреть видео о животных. У нас много интересного. Можно еще нажать на такую кнопку в виде колокольчика, тогда вы сможете самыми первыми узнавать о новых видео на нашем канале. Родина очаровательного Толлера Канада. В этой стране эта собака была признана в 1945 году. Толлеры были выведены канадскими охотниками для приманивания и подачи подстреленной птицы. Сегодня толлеры популярны в качестве домашних питомцев как у себя на родине, так и в скандинавских странах. В России и странах СНГ эта порода еще не так распространена. Всего на этой территории насчитывается около 300 новошотландских ретриверов. Мы решили поговорить с хозяйкой двух толлеров Софии Суслиной об особенностях характера и содержания данной породы. София, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о вашей чудесной породе, какие у нее отличительные особенности. Ну, это новошотландский ретривер, приманивающий уток. Это собака-компаньон, это собака, с которой никогда не будет скучно, это собаку, которую не обманешь. В общем, одним словом, и можно охарактеризовать так, что это собака личная, со своими желаниями, со своими эмоциями, со своими потребностями. Охотники пытались вывести собаку, которая будет похожа на красную лису, потому что игры красной лисы очень сильно завораживали уток. И, соответственно, толлер играет, толлер визжит, толлеры очень прыгучие. Утки подплывают посмотреть, ну, тут, соответственно, свое дело делает охотник, и толлер уже подает бить ту дичь с воды. За счет подшерстка они могут плавать, в принципе, при любой температуре в воде. Собаки достаточно здоровые. В целом есть, конечно, как и у любой породы, генетические заболевания, но в основном они все тестируемые. По желудку проблем вообще никаких нет у них. Ну и, как бы, все-таки эта собака, хоть и ретривер, да, это самый маленький из ретриверов, это компаньон, но это достаточно сложная собака. То есть это не лабрадор и не золотистый ретривер, которые вот прям будут делать вот все-все-все-все-все. Обучение толлера немного сложнее, потому что толлеры не любят монотонность. Ему может просто надоесть, он может устать. Как бы, ну, все. На этом дрессировка закончена, поэтому нужно постоянно что-то придумывать, постоянно мы обучаемся в игре. Но ты настолько привыкаешь, ты настолько входишь в этот темп, что потом для тебя какая-то другая собака, да, тот же лабрадор становится просто скучным. Толлеры имеют хорошо сложенное тело средних размеров. Рост в холке у представителей породы обычно составляет от 45 до 51 сантиметра, а вес, как правило, колеблется от 17 до 23 килограммов. Шерсть эти собаки имеют средней длины, присутствует густой подшерсток. Окрас у толлеров варьируется от разных оттенков красного до разных оттенков оранжевого. Толлеры уравновешенные и умные собаки, при правильном воспитании и социализации с самого детства, во взрослом возрасте они хорошо уживаются с другими домашними животными и отлично ладят с детьми. Какой характер у новошотландского ретривера? Они хитрюги. То есть это самая главная отличительная их черта, то что они очень хитрые. Они уживаются, у нас дома была кошка, сейчас другая кошка, они прекрасно ладят с кошками, у нас был хорек. Но в целом, как бы, эта собака, которая не проявляет, вот мои, по крайней мере, никогда ни с кем не дрались, зооагрессии у них нет, уживаются они и с хомяками, и с хорьками, и с кошками, и с другими себе подобными. Ну, как бы, они несложные. При уходе за толлером особое внимание стоит уделять ежедневным физическим и умственным нагрузкам. У новошотландских ретриверов море энергии, им нужна возможность ее выплескивать. Также необходимо следить за шерстью собаки. Расчесывать ее нужно 2-3 раза в неделю. А вот купать питомца рекомендуется по мере загрязнения. Сложно ухаживать за ним? Ну, наверное, как и за любой собакой со средней шерстью. То есть это линька, это нужно вычесывать непосредственно. Это нужно обязательно ходить к ветеринарному врачу регулярно, да, на обследование, потому что, мало ли что, соответственно, у собак в породе есть генетические проблемы, связанные они со спиной. Есть аутоиммунные заболевания в породе, которые тоже, как бы, как опыт подсказывает у других владельцев не так-то просто диагностировать. А в целом, нет. Вот, слава богу, мне повезло. Мои собаки ничем таким страшным не болели. А если говорить о содержании в городской квартире, то вот на что надо обращать внимание? На физические нагрузки? Помимо физических нагрузок, очень важно загружать толлеру голову. Обязательно. Если толлеру не... Так как бы, когда я болею, да, там, бывает до двух недель, естественно, мы, как бы, вот, прям около подъезда выходим, но при этом какие-то опортики, какие-то, там, игра с лазерной указкой, соответственно, надо заставлять обязательно толлера думать. Обязательно. То есть не показывать ему, что ты должен сделать то-то и то-то, а вот чтобы он сам, как бы, принимал решение. Если нагрузить толлеру голову, то в случае какой-то там экстремальной ситуации, когда нет возможности нормально выгуливать, вот толлер это переживет. Но, как бы, пожилым людям, да, вот очень многие спрашивают, то, что, ну, да, они достаточно компактные. Пожилым людям я, наверное, не посоветую, потому что все-таки это активная собака, это собака посерьезнее, нежели лабрадоры голден. Наверное, нет. То есть нужны силы на нее. Толлеры идеально подходят для активных людей. Они умны, послушны, энергичны. Средняя продолжительность жизни этих собак составляет от 12 до 16 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok